Представители знака Зодиака, Стрелец, Стрельцы мои дорогие, здравствуйте! Еженедельный гороскоп Таро, Таро прогноз на период со 2 по 8 октября. Давайте узнаем. Подсказки карт. Конечно, будем реалистами. Всегда говорю, что не может совпадать полностью Таро прогноз с событиями вашей жизни. У кого-то вообще может не совпадать. Все же мы все разные. Очень много факторов влияет на это. Но я искренне надеюсь, что мы с вами проведем приятное время. И как-то метафорические образы, карты, их значение поможет вам, может быть, какую-то вашу ситуацию хотя бы на пару шагов предвидеть. Потому что мы ведь размышляем с вами, рассуждаем, да, и предполагаем развитие каких-то альтернативных вариантов событий. Как вариант хотя бы. Итак, давайте узнаем. Я уже колоду подготовила. И мы с вами узнаем, зададим самые главные, наверное, вопросы. И первый вопрос это у нас будет, что важно знать. Или, может быть, что будет наиболее активно проигрываться на этой неделе. Чему придется уделять внимание. Вторая карта будет, чего не избежать. Или неожиданности, может быть, какие-то события, новости. Чему сейчас не время, как видят карты. Или что может помешать. А что нам будет помогать или радовать. Давайте мы узнаем, что скрыто. Вот такую карту. Может быть, это наше восприятие. Ну, а может быть, и не только. Узнаем. И по энергетике. Дела, работа, бизнес. По основным сферам жизни. Денежную энергию посмотрим. И личную жизнь. Что нам карты расскажут. Достанем еще одну карту. Как карта совета. Или итог. Или что дальше. Или как карты вообще. Видят. Продолжение какое-то. Или, ну, что-то же подскажут. Итак, что важно знать. Паш Мичель. У кого-то могут быть даже вопросы, связанные с детьми. Хотя и не обязательно. Паш, мы можем столкнуться с таким человеком, который может быть и взрослый человек, а поступает как ребенок. И не понадеешься, и ответственности не потребуешь. Вот такое может быть. Или с нашими детьми, может быть, повзрослевшими, увы. Тоже такое может быть. Потому что мы-то их видим с нашей позиции опыта житейского. Хочется предупредить, что-то объяснить, соломки подстелить. А у них своя программа. И вот тут бывает, найдет коса на камень. Я надеюсь, это не для всех. Но, может быть, у кого-то это тоже проигрывается. Наша жизнь, она многолекая. Это правда. Иногда приходят подвохи с той стороны, где мы их не ждем. По этой карте может быть такой подвох. И тогда как будто мы с ним разберемся. И если нам необходимо, мы найдем недостающую информацию. Или мы какую-то, словно тайну, можем разгадать случайно. Кстати, можем услышать какую-то новость и каким-то образом применить к себе. Или если нам нужно конкретный вопрос просветить для себя. Как правильно сделать? Как правильно поступить? Мы можем искать какую-то информацию, включая даже интернет. И мы найдем действительно варианты, как поступить по данному вопросу. Наиболее будет продуктивно или с пользой для себя. То есть информационный какой-то момент по карте тоже проходит. Ну, наверное, здесь у каждого по-своему. Главное энергетика, что мы смотрим рационально, холодно на какую-то ситуацию. И как бы тут кто психологически на нас не пытался воздействовать, больше, знаете, как будто интеллект и логика. Вот, наверное, если что важно знать, это наши лучшие друзья на этой неделе. И какова бы ни была обстановка, хоть с кем. Потому что все равно будут задействованы, ну, какие-то отношения именно. Значит, где-то не проявить горячность. Где-то, может быть, и... Ну, может быть, и промолчать, я хотела сказать. Потому что наша какая-то мысль может быть воспринята в штыки. Но пока мы что-то до конца не проясним, пока мы не сможем что-то точно аргументировать, как будто нет смысла заводить даже и разговор. А вот выводы делать – прекрасно. Давайте мы узнаем, что же это такое или неожиданности. Вот, прям в тему. Ну, вы знаете, тут может быть такой вопрос, который мы пытаемся решить в высоких инстанциях. Или в банках, или с какими-то узкими специалистами, с врачами, например. Или это может быть специалист, что-то дома у вас вышло из строя, вы приглашаете того человека, который умеет, знает, как это делать. И мало ли будут какие-то беседы конкретные по теме, как лучше это сделать, как обустроить, что хотите вы, что он в состоянии сделать. Или, может быть, по каким-то нормам положено, а где-то не положено. По этой карте в неожиданностях, увы, могут быть и вопросы, как знаете, с законом, на самом деле. И тогда определенно есть смысл обратиться, как минимум, к юристу. И здесь у каждого по-своему. У кого-то жилище, у кого-то имущество, у кого-то вопросы работы. Как будто мы должны что-то знать наверняка. Правда, тут предвосхищать события или говорить, что я, допустим, найду на тебя управу. Вот нет. Может быть, даже вы и соберетесь это делать. И, может быть, даже это правильно. Но как будто молчание в данном случае и логика, рационализм вот железно будут работать. Значит, мы наверняка до какой-то истины как будто должны докопаться. Может быть, тот вопрос, который у вас наиболее активно сейчас стоит на повестке дня или недели будет стоять, он как раз и потребует вот такого хладнокровия и внимания к мелочам, к деталям. Их как будто нет. И, может быть, это увязано будет где-то с законом. У кого-то просто это будет означать вот тот человек, мои дорогие стрельцы, когда, ну, с одной стороны, это может быть как близнецы весы водолей. Или у человека, например, там асцендент в этом знаке. Или, может быть, он, кстати, по Луне, тоже по этому знаку. Или это просто человек взрослый вроде, состоявшийся, но который где-то либо нас подводит. Вот я сказала, неответственности не потребуешь, не понадеешься. Вы можете с таким столкнуться и где-то быть обескуражены. Давайте мы посмотрим. Варианты я перечислила, что это может быть. Ну, конечно, у каждого по-своему. Чему сейчас не время вкалывать, мои дорогие стрельцы, нагружать себя, включаться во все вопросы. Или с одной стороны, да, а с другой стороны, вы как будто по десятке всегда проходят, что мы должны делегировать наши какие-то, то, что мы делаем. Или обязанности, которые вы на себя, кстати, взвалили. Никто-нибудь не на нас. Как будто их не передал нам насильно. Мы на что-то согласиться могли, понимаете. И это ведь могло быть раньше. А теперь мы понимаем, что ну уже все. Я уже обесточен практически. И тогда, с одной стороны, делегировать все-таки стоит. Но оставить, видимо, самое главное принципиальное, то, что вы не можете никому доверить. То есть может у вас проиграться стрельцы. Такой вопрос, который именно вы должны решить. Как будто другой, либо ему будет все равно, либо ему будет не под силу, либо, может быть, ему не хватит, ну, аргументов, интеллекта чего-то не хватит, терпения не хватит. Или ему неинтересен этот вопрос. Мы можем кому-то перепоручить, может быть, даже из своих близких, сходи там, допустим, в какую-то инстанцию к чиновнику, реши этот вопрос. И человек сходит и вернется ни с чем. А вы бы пошли, и это бы было иначе. У кого-то и так может быть. Поэтому не время что-то важное кому-то делегировать. Но и не время вкалывать, это точно. Здесь, наверное, будет что-то, может быть, одно для вас, как кульминация какая-то на неделе. И вам именно придется этим заниматься. Вот так вот планомерно, хладнокровно. И уметь видеть, что по факту. А что нам приносит радость или помогает? Вот точно, смотрите, два короля. Пусть их только два. Но, тем не менее, наверное, большинство из вас либо сами пойдут к каким-то чиновникам или взаимодействия с бюрократической машиной. Или в банк. Ну, вот какие-то вопросы решать. Или, может быть, так обстоятельства сложатся, что придется, ну, может быть, и внезапно куда-то пойти, какой-то вопрос закрыть. Нас как будто нам помогает. Может быть, это конкретный человек по королю Пентаклей. Может быть, отчасти это ваш супруг, супруга. Неважно, кто меня смотрит, мы по полукарту не рассматриваем. Это тот человек, которому можно доверять. Значит, вот если есть такие люди обстоятельные, а по королю Пентаклей именно такие проходят. Если по знаком Зодиака, телец Дева Козирог, которые вот так, знаете, взялись за это дело, и они его уже до финального конца доведут. И люди-то те, которые хорошие друзья, которые всегда надеются сами на себя. Они где-то не боятся идти вперед, потому что они всегда надеются как бы на себя. И они предусматривают, что ситуация может меняться как угодно. И они умеют хладнокровно и по факту воспринимать любое событие, которое происходит вокруг. Их сложно, в принципе, как взять на эмоции, так и где-то выбить из колеи. И вот подобный человек, пусть это не обязательно по знаку Зодиака, но с какой-то такой энергетикой. И часто это люди статусные тоже проходят. Вам буквально может помочь. А еще нам помогает наша какая-то стабильность в нашем мышлении. То есть, если мы взялись за это дело, значит, мы его должны довести до конца. Ну, вот, наверное, по той энергетике, которую я только что описала. Если мы понимаем, что тоже какое-то дело нужно начать и закончить. Может быть, только начать еще придется на этой неделе. И мы тоже настроены на то, что, к примеру, не будет просто. Или могут быть какие-то шероховатости. Могут быть какие-то и, ну, недостаток взаимопонимания. Но главное, когда мы нацелены на результат. А вот король Пентакли, он всегда нацелен именно на результат. Он подкорректирует методы, но своего добьется. И вы добьетесь. Из какого-то хаоса вы создадите порядок. Ну, я так условно говорю. Но вот из какой-то, может быть, неразберихи. Или из какой-то сложной ситуации. Или пусть ситуация полегче, но тоже нужно ее как-то решать. Вы сумеете. Давайте посмотрим, что скрыто. Ну, вот что сказать. Правда, у кого-то может. Либо дела семейные по этим двум картам. Ну, вообще-то и не по двум, и по и трём, и четырём. Либо дела семейные, либо вопросы с кем-то из родственников. Либо, ну, какая-то еще история, которая может быть отчасти с каким-то вашим далеким окружением. Но какое-то есть с вами взаимодействие. Или, может быть, прежде какой-то был вопрос, который затрагивал кого-то и из чужих людей, но как будто и вашу семью. И так может быть. Хотя у каждого по-своему. У нас же ведь как раз эта неделя в преддверии затмения, коридора затмения, который будет у нас 14 октября. И это будет солнечное затмение в знаке Весы. И в данном случае как раз мы пользоваться дипломацией должны. Так нам советуют Марс в Весах. И закончится 28 числом. И это будет лунное затмение в знаке Телец. А Телец это у нас благополучие. Вот поэтому тут могут, знаете как, планетарно в этот период, как бы, ну, теоретически, могут всплыть на поверхность те вопросы, которыми мы занимались еще в начале года. Или где-то в апреле. Или какая-то была преамбула той или иной ситуации. А тут она обрастет какими-то событиями или новостями. И нам придется включиться в какой-то вопрос. Ну, это не для всех. Так вот, если мы говорим, что скрыто, это, знаете, карта итога, по сути, десятка все же. И карта счастья, карта удовольствия, карта радости, карта взаимопонимания. Когда дом полная чаша. Когда у нас, в принципе, все хорошо. Поэтому, если у вас ваши вопросы, вот то, что я перечисляла сейчас долго, каким-то образом увязаны с интересом вашей семьи, вашей личности, стрельцы, или какого-то материального момента, эффекта, какой-то темы, то вы можете не видеть на начальном периоде или вот этой неделе, что на самом деле у вас получится все. Если вот, наверное, в таких энергиях быть, как я говорила, у вас получится что-то осуществить. То есть ситуация может казаться, ну вот как эти три карты, ведь они темноватые, но либо запутанный, либо непонятен какой итог. А итог, если мы так вот подойдем здраво, рассудительно, внимание к деталям, понимаем, что придется корректировать планы, мы точно останемся довольны. Причем это тот праздник, когда мы его можем разделить со своими близкими, и какая-то радость такая, которая вас наполнит тем, что какой я молодец, можно собой как будто гордиться, правда. Или, в принципе, у кого-то из вас какие-то приятные новости, радость. Мы можем как будто не видеть, а карта нам говорит радуйся. Значит, у кого-то это может быть просто эпизод, может быть, один день какой-то. Дела, работа, бизнес. Ну, может быть, один день такой. Рыцарь мечей. Вот уже не буду подробно останавливаться. Я хорошо сделала, что так рассказала. Я думаю, что вы какую-то свою конву все же сумеете вычленить словно из всего мной сказанного. По рыцарю мечей у нас как раз и попадаются те люди, которые бунтарь без причины. Или которые начинают какой-то конфликт, или инициируют какое-то противостояние, или пытаются нас тянуть в какой-то вопрос, который нам вообще туда не надо. Либо потому что у человека такой характер, он все время всем что-то доказывает. И хотя никому это неинтересно, может быть, и не нужно. Тут борец прямо за правду какой-то может быть. И причем правда-то у него своя. Он как-то ее по-своему, индивидуально очень видит. А вы-то можете с этим не соглашаться. И иногда люди подают настолько очевидно и аргументированно, что мы можем начать где-то сомневаться. Может, правда, я ошибаюсь. Поэтому где-то не ошибайтесь. Вот по-разному нас может ситуация столкнуть с подобными людьми. Или по этой карте, правда, придется куда-то либо отправиться, либо к вам приезжает какой-то человек. Может быть, это тоже происходит внезапно. Или какой-то вопрос с конкретным. Вот то, что я говорила с конкретной персоной, с конкретной личностью. Когда была какая-то надежда или были какие-то данные обещания, которые не были сдержаны. И теперь вам человек будет что-то оправдываясь говорить, пояснять. Может быть, что-то вам доказывать. У кого-то и так проиграется. Или, опять же, решаю вопросы детей. Может быть, вам придется куда-то поехать. У кого-то, мои дорогие, это может стрельцы означать как проверяющие на работе. Иногда это тоже проигрывается. Поэтому будьте во всеоружии. Финансовая история. На деньги нам выпадают деньги. Вообще, эта карта, знаете, человека уверенного в себе. Когда у него все под контролем. Деньги есть, деньги будут. Когда умеет просчитать. Который не нуждается в чужих советах. А когда они ему нужны, он находит тогда и информацию, и нужных людей. И да практически, надеясь на себя, любой гордив узел может распутать. Это как и статусная какая-то позиция, денежная позиция. Когда уверенность в собственных силах. И вообще тут нет каких-то неожиданностей со знаком внезапностей для вашего благополучия. Вот так вот, я надеюсь, вы меня понимаете. И если мы про деньги спрашивали, какова бы ни была сложная ситуация, вы как бы все равно выходите либо со своим капиталом, либо при своем каком-то интересе, либо вы его даже увеличиваете. И даже если вопросы касались, повторюсь, недвижимости, имущества, может быть такое, может быть у кого-то в суде, как будто вы сумеете отстоять свою точку зрения. Но делать это надо аргументированно. Вот, наверное, как Марс в весах нас учит использовать как раз дипломатию не для того, чтобы с кем-то согласиться, а для того, чтобы аргументированно объяснить кому-то свою позицию. Может быть, это придется делать не один раз, два. А с учетом этих карт может быть и три. Но мы как будто что-то докажем. Но самим, как будто мы, если мы сталкиваемся вот с такими людьми, как я обрисовала, то доказывать нет смысла. Есть смысл отступить полшага назад, как будто ситуация тогда может развиваться сама по себе. Нам не нужно вот эту пропасть между людьми, даже людьми сложными, как будто увеличивать. Вот по картам это тоже идет. Такой тонкий очень момент. Я думаю, вы его прочувствуете. В личной жизни, любовь, мои дорогие, я хочу сказать, у кого были какие-то, может быть, ваши личные истории в судьбе, в вашей семье, какое-то отсутствие взаимопонимания, как будто вы добьетесь вот как раз, как объяснить и, может быть, сумеете найти нужные слова, почему нужно делать именно или поступать таким образом, а не другим. или даже отправившись куда-то решать более серьезные вопросы, тоже найдете аргументы. У вас, посмотрите, десятка кубков и двойка кубков. Двойка кубков – это карта любви, причем безусловной любви, когда люди понимают друг друга без слов, на интуитивном уровне. Об искренних отношениях нам здесь тоже где-то говорит карта. Ну и о чувствах, о радости. Но карта сама по себе холодная. Она не такая теплая, как десятка кубков, хотя она вам уже выпала тоже, а именно в плане том, что мы кому-то можем доверять. И вот в личной жизни как будто есть человек, которому, правда, доверять сможете. Либо это действительно ваши близкие или ваш любимый человек, либо, может быть, с учетом десятки кубков и вот всех остальных карт. И я бы сказала, может быть, у вас было недавнее знакомство и где-то есть сомнения, еще отношения словно притираются, у кого-то ведь такое могло проиграться. И есть еще те моменты в отношениях, которые нас словно ставят в тупик. И тогда мы их должны проговорить, но опять же, с позиции дипломатии, аргументов каких-то. Но сама по себе это карта любви. Поэтому для большинства из вас, мои дорогие стрельцы, как раз карта говорит о том, что в семье-то должен быть порядок, любовь, взаимопонимание царит. Карта совет. Да, может быть, дела семейные так или иначе. Какие бы тут ни были вопросы, как бы тут что ни пересекалось, нам говорят о благополучии в личной жизни у вас. Хотя по карте Королева Кубков ожидания. Кто знает, может быть, какие-то новости такие придут для девушек, для женщин. И вы узнаете, что о беременности. Может быть, напрямую карты не говорят. Но если мы вот так вот все сложим, то какие-то вопросы, как будто вы могли решать с врачами, например, или обследование какое-то проходить. А потом окончательно уже будете знать, что да, я жду ребенка. То есть тут по-разному приходит свидетельство о том, что я в ожидании уже малыша. И вот само по себе ожидание иногда, и об этом говорит карта. А вообще, если мы говорим как совет, помимо того, что это карта, Кубковые карты говорят часто о наших супругах. И тоже, опять же, не важно, кто меня смотрит. Это значит, какая-то ваша личная, может быть, история. И еще одно значение, как совет, использовать гибкость, интуицию и мудрость. Перекладывайте на себя, мои дорогие стрельцы, и будьте счастливы и любимы всегда. И так далее.